С днём с иголочкой! С добрым утром! Я только что проснулся. Несмотря на то, что я только что проснулся, я одет как с иголочки. С вами блог пожилого, одинокого мужчины. Юмор, юмор, у меня такой юмор. Добро пожаловать на канал, если вы впервые. Сейчас я буду умываться, завтракать, заваривать, пить кофе. И делать все такие вот интересные, прекрасные вещи. А так как это блог пожилого, одинокого мужчины, мы на завтрак будем кушать готовое блюдо полуфабриката Е. Да ладно, просто, короче, сегодня что-то мне захотелось. Сегодня захотелось мне вот так вот сделать. Достаточно вкусное кста-блюдо. Периодически хочется такого покушать. Ну, а знаю, что кто-то хочет сказать такого дерьмеца. Окей, да. Я... Понимаете, я даже спорить с этим не буду, с этим утверждением. Кто-то звонит, как обычно, вовремя. Непонятный какой-то номер звонил. Совершенно. Так, раз, два, три, пять, шесть, семь. Ставьте. Гоу умываться и вставить чайник. Вернее, сначала ставить чайник, потом умываться. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот, я немного водой зафашмачился. Хочу сказать, что с годом, кстати, режим все легче и легче сбивается. Я про что? Ну, допустим, вы ложитесь спать стандартно, там, в 12-4 час, да, и просыпаетесь в 10 утра. Вот у меня такой же режим. То есть я стараюсь ложиться в 12-4 час, просыпаться в 10. Если еще там год с лишним назад, два года с лишним назад и ранее, у меня режим был такой, то, что лег, проснулся, то сейчас у меня режим как-то, знаете, больше сбивается. И чаще сбивается. И чаще сбивается. То есть в сон уже не особо там клонит в 12, в час. Я могу лечь не в 12, не в час, а там в 2, в 3, тире в 4. В 10 все равно приходится вставать, так как, чтобы далее не сбить режим. Хотя вот я вчера лег вообще в 4, в итоге проснулся в 10, или в 9-30 даже. И режим сбивается по щелчку пальцев реально. Тоже был вот недавно у меня режим, нормальный режим, так, крепко, долго. Ложился, ну, там, в 3, вставал в 10, потом как-то так ложился все позже и позже. У меня режим сбился, я уже начинал ложиться там в 9 утра, в 10 утра. Просыпался, соответственно, под вечер, там, в 4-5-6 часов вечера. И когда я таким образом вообще сбиваю режим, я обычно сутки не сплю, чтобы этот режим наладить. Я наладил режим, но все равно как-то вот просыпаюсь непонятно там. В 10-11, бывает в 12. Такие грустные истории. Не выспался я. Я, получается, сегодня поспал 6 часов. Хотя 6 часов для сна, это хорошо, это прям топово, это прям четко. Но для меня этого мало. Подогрелся мой прекрасный, замечательный завтрак. Очень вкусный, аппетитный, добрейший, суперский. Ну и, конечно, химозный. Да. Но, как говорят, что не убивает, то делает нас сильнее. Ну, это, конечно, шутка. С долей правды. Но мне это блюдо реально нравится. Кушаю я его не так часто. Тут грибной соус еще. Грибной соус. Сейчас кто-то... Да-да-да, грибной соус. Угу. Конечно. Жалко, сливочного маслица у меня нет. Не хватает сливочного маслица. Сюда бы сливочное маслице вообще прям зашло бы шикарно. Вот вы еще не посмотрели, но кто-то явно заранее, как говорится, пожалел мне кусок картохи. У меня... У меня то горло попало. Признайтесь в комментариях, кто это сделал. Сейчас кофеек завариваю, буду трапезничать. Трапезничать буду без вас. Меня разные же личности смотрят. Кто-то уже пожалел и пожалеет дальше. Подавлюсь еще на камеру, чего мне крайне не хотелось бы. До встречи. Увидимся. Не переключайтесь. Тут пока мысль меня посетила, о которой я хочу сказать. Каждый год, с каждым годом я становлюсь ленивее. Но это чувствуется. Чувствуется в мелочах. Если раньше мне было, допустим, не лень пропылесосить комнату, кухню, когда я еще жил в семейном доме, то сейчас мне это делать лень. Поэтому я год назад купил, видимо, робот-пылесос. Я не знаю, это только у меня так с годами, или это у всех с годами. Меня это пугает. Вы понимаете, если я становлюсь ленивее в 30, то что будет к 40, к 50, к 60, к 70? Как перебаривать свою лень? Как не лениться? Допустим, у меня бывают такие моменты, что нахлынино выйдет, хочется там пойти цветочек полить, пыльку притереть. Но понимаете, с каждым годом этого все меньше становится. То есть у тебя как-то пыль есть? Ну, есть, окей. Мониторы надо притереть. Ээээ, потом как-нибудь. Да даже вот по поводу пищи. Я не знаю, что сейчас пойти приготовить. Что-то раньше, в принципе, у меня вопрос не стоял там. Макарошки. Да, отворю макарошек, вообще изи. Там, рисик, гречку, картошку. А сейчас я такой... Что-то... Что приготовить? Рис? Макароны? Гречка. Картошка. Полуфабрикат? Ээээ, да нет. Возраст. Сейчас 10 часов вечера, и я только что вернулся домой. Ездил, катался по городу с другом. Потом плюс съездил к родне домой. И только-только вот буквально минут пять-десять назад, пятого, десятого, двадцатого, вернулся домой. Приехал, переоделся, снял обувь, снял куртку и схватил сразу камеру. Я хочу вам сказать следующее. Смотрите, что за фигня. Мы с вами заключили договор. Вот вы оформили подписочку на мой канал. Возможно, прожали колокольчик. А где лайки? Почему не ставятся лайки? Я не понял. Что-то это очень плохо. Ребята, я очень прошу ставить вас лайки. Лайков очень мало. Но не должно быть так. Дичь какая-то. Понимаешь ли? А договор-то о чем? Что я снимаю ролики, а вы ставите лайки. Помимо просмотра, мне нужен еще ваш лайк. Очень надеюсь, что вы справились и прожмякали. А если не прожмякали, ну вот что, грустно тогда. Ну и ладно. Ну и пусть с ним. Сейчас я собираюсь почистить зубы и включусь снова. Включусь, скорее всего, уже завтра. Видосом займусь тоже завтра. Смонтирую его опять же завтра и выпущу его завтра. А сейчас я что-то хочу спать. А завтра тоже наступило. Я сейчас как раз таки сижу, монтирую ролик, который выпущу буквально вот в ближайшие часы. Ребят, реально, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До 100 тысяч осталось буквально полшажочка. Практически. Пишите комментарии. Ставьте лайкусики. И жмякайте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Я со всеми прощаю. Желаю вам счастья, здоровья. Всего самого хорошего и наилучшего вашим близким. Чаще улыбайтесь. И всем пока-пока. Ваша улыбка спасет мир. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...